Давайте вместе с нами, в этом музыке. Отлично, добавим плечи. 29 июня Углич в пятый раз стал местом проведения масштабного спортивного проекта «Формака» «Бегом по Золотому кольцу». В этом году десятый сезон проекта включает в себя 10 беговых событий в семи городах Ярославской области, а также в Костроме, Иваново и Москве. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Ярославской области и администрации Угличского района. Глава Угличского района Анатолий Курицын принял эстафету из рук начальника управления спорта и дополнительного образования Комитета образования, культуры и спорта администрации города Костромы Татьяны Соболевой. Погода нас не бережет. В Переславле, помню, такая же была погода, но сегодня, конечно, Углич бьет все рекорды. Ребята, участники, получить вам сегодня хорошего настроения, заряд эмоций от забега и быть внимательнее к себе и к тем, кто бежит с вами рядом. Всем удачи и легких ног. Спасибо. Мы рады вас приветствовать в городе Золотого Кольца. Я хочу сказать, что спорт – это сила. Спорт – это здоровый человек. Это здоровая нация. А значит, наша Россия непобедима. Участники преодолевали дистанции 3 и 10 километров, а также полумарафонскую – 21 километр, 100 метров. Для детей были организованы забеги на 300 и 600 метров. Маршрут проходил по живописным местам центральной части города и Волжской набережной при поддержке местных творческих коллективов, музыкантов и волонтеров. Нажать и 3 секунды. Или 5. А попробовать можно? Нет. Ну, попробуем, сейчас побегут сразу. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед, вперед, вперед. Давайте, давайте, вперед. Аплодируем, аплодируем, друзья, вкладами наших полумарафонсов. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. Аплодируем, 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 аплодиру КОНЕЦ У меня сын приехал из Ярославля. А, он бегает? Да, заядлый марафонец. А сколько бежит сегодня? Десятку, правда, побежит. Так, там обычно 21, блюдо жарковато. Не готов, говорит, еще целый. Друзья, не забываем, встречайся, ждать нас и пиши! Да, конечно, погода, погода достаточно жаркая. Длительная спортсменов, выделяя болельщиков. Лучшими на полумарафонской дистанции стали среди мужчин Юрий Лебедев из Омска, среди женщин москвичка Татьяна Михалевская. И под ваши бурные аплодисменты финиширует Юрий Лебедев! Грустные, грустные, грустные аплодисменты! Лизу, 11.21. Это Юрий Лебедев. Его результат в 1 час 15 минут и 54 секунды. Красавцы, просто красавцы! Татьяна Михалевская. Вот она! Санкт-Петербург, 21.1. Вот она идет, улыбается! Можем пару поручить его экспрессов интервью. Во-первых, отлично выглядите. Во-вторых, отличный загар. И в-третьих, как трассы? Как трассы, как вы работали на трассе? Отличный трассы. Не столько много подъемов, как я думала. В принципе, работать раз, а работать даже если вы не сможете. То есть, многие, кстати, наоборот, отмечали, что много подъемов было тяжело. Я специализируюсь на горном лейке, так же, поэтому, может быть, это не показалось больше, чем я ожидала. То есть, для всех тех, кто привыкли к ровным трассам, тем было сегодня тяжело, у тебя тут было просто идеально. Поздравляю, ты самый быстрый, увидимся на награждении, все, отличный, просто красотка. Пять городов, начали с Тутаева, Тутаев, Мышкин, Переславль, Кострома, Гудлищ, пятый город, впереди еще три. Сегодня как бежалось? Плохо бежалось, но было очень жарко, конечно, жарко. А так, дистанция несложная, знакомая, мы уже тут несколько раз выступали, ну, десятый сезон у нас. А вы откуда таким дружным коллективом? Мы из Москвы, это наша организация? Профсоюз образования, Московское отделение профсоюза образования организует забеги, поддерживает педагогов. И мы ездим по всем забегам ВЗК, естественно, участвуем в чемпионатах. Не только учителя физкультуры, но и воспитатели, и воспитатели физкультуры, и учителя педагоговского образования. Так что, дорогу педагогу! Как вам сегодня мероприятие? Класс. А результатами сегодня своими довольны? Для такой погоды, конечно. Видишь на своих ногах, какой может быть плохой результат? Бежать страдать, да. Михаил Русков стал лучшим на дистанции 10 км в возрастной категории 75+. Бегом занимается четвертый год и уверен, что достиг своих успехов благодаря увлечению лыжными кроссами. Организация на забегах по Золотом кольцу всегда очень хорошая. Это мне нравится. Порядок. С возрастом тяжелее бегать или как? Или, может быть, это не влияет на ваш взгляд? Ну, последние три года я бегаю, по-моему, как раньше. Как три года назад, так и сейчас бегаю. Правда, сегодня у меня самый худший результат, у меня нога повреждена. Я в этом сезоне бежал здесь не 47-48, а сегодня 51. Угличанка Евгения Яньшина-Румянцева – постоянная участница многочисленных беговых соревнований по всей России. В этот раз на полумарафонской дистанции показала лучший результат среди женщин в своей возрастной категории. Сын Евгения, Александр, занял первое место в своей возрастной категории на дистанции 600 метров. Дистанция, как всегда, прекрасна. Хорошо, что ее немножко изменили. Стало очень интересно. Мы видим очень много храмов угличевских. Организация значительно выросла по отношению ко всем предыдущим годам. Очень хорошо приготовили трассу. Ну, вообще, конечно, сегодня очень сложно, потому что было очень жарко. Старт давали в 10 часов, и уже солнце вышло в зенит. Бежать было, конечно, тяжело. И всю, может быть, форму реализовали. Но лучше пробежать не в кредит и выступить на следующем мероприятии. К тому же, готовлюсь я к более серьезному забегу на Эльбрусе. Поэтому сегодня пробежала тренировку в родном городе. Отлично. Несмотря на такую погоду, походу, очень жарко. Ну, мне кажется, вот эта обстановка такого краево-энергетики, она заряжает не только участников, но и гостей праздника. Все ходят, улыбаются, получают удовольствие. Мы очень рады. Организация на высшем уровне, все-таки уже 10 лет опыта, поэтому с каждым годом все лучше и лучше. Отрадно, что много принимают участия в ГТО. Отличный результат. Отличный результат. Отличный результат. Организация, как и на ГТО, не требуется. Но нормативы все те же самые. Люди могут прийти, сдать. Мы им выдаем сертификат, как они сдают. После этого они могут пойти в целом тестировании, уже зарегистрироваться и официально сдать. Сегодня очень много народу пользуются успехом у детей и взрослых. На полумарафоне работали не только спортивные и развлекательные, но и просветительские площадки. Свои наработки предложили энтузиасты, радеющие за создание в угле чайка пространства, развитие экологического просвещения и появление у жителей хороших привычек. Для детей в виде настольной игры показываем, что можно сделать для природы правильного и ценного и важного. Здесь мы показываем, что можно своими руками сохранить биоразнообразие, привлечь в свои сады, огороды, парки насекомых, птиц, как важно сохранять эту хрупкую экосистему. И у нас здесь сегодня небольшой элемент РСО. Мы сегодня принимаем бутылки пластиковые, крышки добрые, как мы их называем. Мы просвещаем, показываем, что есть многоразовые замены, всему одноразовую. Вся ответа к природе, она наш общий дом. Три, два, один, старт! Вперед, вперед, вперед! Поддерживаем, поддерживаем! Громкие аплодисменты наших спортсменов! Три километра дистанция! Город лучше на земле, в любое время года хорошее. Такого города нигде ты в целом свете не найдешь. Я по нему всегда скучаю, когда надолго уезжаю. Но я, конечно же, вернусь, по улицам твоим опять пройдусь. Ты мой красивый город, люблю твои просторы, люблю твое дыхание и дорожу тобой. Ты грустным не бываешь, с улыбкой всех встречаешь. Ты мой волшебный город, наполненный мечтой. А в Угличе первый раз кто из вас? Первый. Все первый раз? Да. Да. Как вам город? Вообще красавец! Мы за четыре круга, мы успели его посмотреть очень хорошо. Нам понравилось, впечатлил. Вообще такие гостеприимные люди, все такие добрые, улыбчивые. Просто замечательная атмосфера у вас в городе. Мы в подобных мероприятиях участвуем уже второй раз. Мы участвовали в забеге в пересаде в Залесском. И сегодня просто счастливы, потому что сегодня совпало, что День молодежи. И Угличе – это город детства. И мы сегодня здесь тоже бежим с нашими воспитанниками и с преподавателями. У нас, правда, немногочисленная, но мы команда. Благодарим организаторов, благодарим администрацию Углического муниципального района за то, что предоставили нам возможность участвовать в этом празднике. В общем, мы счастливы, эмоции приполняют. Спасибо огромное. Город Москва. В Москве? Да. А почему решили принять участие? Ну, мы в прошлом году тоже участвовали по Золотому кольцу, ездили. И сюда решили тоже приехать, поучаствовать. Ну, мы любим вообще соревнования. Такое мероприятие, хорошая атмосфера, такая классная, дружеская. Ну, как бы заряжает такой энергией. Вот, ездим, нам нравится. Ребенок занимается спортом. Вот маленький подрастет, сейчас ему пока три годика. Подрастет тоже будет участвовать. Давайте громкие, громкие, громкие аплодисменты. Это самые быстрые на дистанции двадцать один и один. Посмотрите, как они улыбаются. Какие они красавчики. Как будто бы только что они пробежали в попу-марафон, а они просто сделали отличную тренировку, а? Посмотрите. Поддержим, поддержим криками аплодисментами. Есть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...